Рождественский праздник под самым разгаре, красавица ёлка стояла. Гвестой на макушке, шарами сверкая, манила пришедшую в дом тихору. В стихах жизненный глубокий смысл, а в детском голосе самые проникновенные ноты. Каждое выступление со сцены как отдельная волшебная сказка или история, затрагивающая самые тонкие струны души. За основу взяты рождественская и другие православные темы. Приятно отметить, что в этом году свет рождественской звезды зажгут более 120 юных талантов. Конкурс является окружным, то есть в конкурсе могут принять участие все желающие из любого учебного заведения, будь то профильное православное учебное заведение, как гимназия округа Муром и Вязниковская православная гимназия, так и любое учебное заведение, то есть любой педагог, любой родитель может подать заявку в участие, и ребеночек согласно его возрасту сможет принять участие. Очень важно, чтобы участники подобных конкурсов, как наш конкурс, они могли показывать, как то или иное произведение находит и какой отклик находит в их сердцах, в их душах, и также как они могут сообразно своим дарованием дарить свои чувства посредством стихотворения всем окружающим и присутствующим. Маленькие чтецы все как один, со всей серьезностью отнеслись к участию в конкурсе. Я выбирал стихотворение более серьезное, чтобы объяснить, для чего нужен Бог и почему Он помогает людям. Мне очень комфортно быть на сцене, смотреть на жюри, И вот, когда много народу впечатлений, очень приятно слышать аплодисменты, когда тебе кричат «Ура! Молодец!» Я уже не первый раз участвую в этом конкурсе «Рождественская звезда». Первый раз я участвовала, когда я еще была в детском саду. И я продолжаю эту традицию. Несмотря на то, что это все же конкурс, здесь не было ни победителей, ни побежденных. Главное, что останется в душах и сердцах конкурсантов и слушателей. Екатерина Задовская, Александр Симонов. Наши новости.